Здравствуйте всем! Сосиски в тесте! Желали, просили, давайте сделаем сейчас быстренько. Это вообще анекдот был про это дело. Я могу ошибаться в терминологии, но звучало примерно так. Прихожу домой, открываю дверь, захожу и вижу в дальней комнате в кресле тесть. Поворачиваюсь на кухню, пустая тарелка, и я понимаю, сосиски в тесте. Вот, так и у меня здесь. Как бы сосиски есть, тесто есть. Вариант быстрый. Если не трындить, как я, то можно за 5 минут уложиться. Ну хорошо, не за 5, а за 10. Ну точно не полчаса, точно не день. Значит, главное лаваш вкусный взять. Тандырный. Вот, когда с этой стороны такой, немножко с подпаленными белый, а с этой стороны коричневый, это тандырный лаваш. Я люблю такой, и вам советую тоже. Так, значит, смотрите, что делаем. Берем сосиску, соответственно, и примерно отрезаем полоску, да? Вот так, под каждую сосиску быстренько нарезаем полосочку. Опа! Когда нарезали, значит, быстренько крутим. Нет, вот так сделаем. Эту крутим. Эту в пакетике лежит, потому что иначе высохнет. Значит, белую сторону вовне, серый внутрь, ломтик сыра. Раз. Сосиску, два. Закручиваем. Оп. Долго не крутим. Три. Четвертую врубаем. Значит, чуточку смазываем смазкой. Опа! Оп! Теперь дело за малым. Духовка разогрета, понятно. Для красоты картинки мы должны обязаны просто невероятным образом покрыть их глазурью из яйца и нескольких капелек воды для того, чтобы золотистая, красивая была корочка. Раз уж мы делаем сосиски в тесте, то пусть они будут выглядеть гламурно. Теперь, что делаем? Кунжутик. Оп! Открываем. Красивый. Не жареный берем, потому что температура там высокая будет. Вот так посыпаем кунжутиком. У-у-у-у! На яйцо. Кунжут прилипает вообще великолепно. О! Кунжута не жалеем. Духовочка 190. Горячий воздух. Ставим на 5 минут, больше нельзя. Опа! Ой, красота! В итоге я еще на 3 минуты увеличил. Итого 8 минут. Ну, потому что вот уже, смотрю, сыр полез. Все, думаю, хватит. Опа! Смотрите, видите? Я температурки чуть-чуть прибавил. Но я хотел, чтобы позолотилась вот эта штука. Я подумал, расскажу вам у меня. Любимое сочетание такое. Ну, во-первых, это австралийный какой-то барбекю соус. Как бы какой-то барбекю соус. Один к одному с кимчи. Потому что, во-первых, барбекю кисло-сладкий получается такой, с дымком. А кимчи, он острый очень. Но барбекю его разбавляет. И, например, для вареных сосисок я использую вот такой часто. Сладости здесь не надо, потому что в барбекю она есть. Отлично. Так, берем. Вот эту давайте посмотрим. Разрежем, что там внутри у нас. Хотя, что-то может быть такого загадочного. Вот такая вот сосисочка. так. Сыр тянется. Кстати, очень удобно нарезанный сыр использовать. Он по ширине, как сосиска примерно. Сосиска вся прогрелась. Поэтому, если сосиски только принесли с магазинами замороженные, не надо их предварительно жарить. Слушайте, ну и, конечно, это на вечер. Вот. Во-первых, их много не съешь, потому что, ну вот я, например, две сосиски съедаю, и мне достаточно. Возьму раз, два, три, четыре, пять, шесть. Это на трех человек. Плюс, если сладкое пить будете, то будет калорийность увеличиваться, и вы, ну, быстро наедитесь. Смотрите, что очень важно. Лаваш не задубел, потому что сыр жир отдает свой при нагревании. Задубели края, которые висели в воздухе. Все остальное мягкое. Опа! Ну и кунжутик, конечно, хрустит на зубах. Очень приятно. В смысле, приятного аппетита, дорогие друзья. Приходите снова за интересными идеями и рецептами. До новых встреч!